Девушки отдыхают 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 На ней было принято решение об организации вооруженного восстания в Санкт-Петербурге. Ставка делалась на фигуру так называемого Папа Гапона и его популярность среди рабочих Петербурга. Мирных манифестаций не планировалось. Шла работа по доставке в Россию большой партии оружия. К этой задаче активно подключился японский разведчик, полковник Акаси. Японский генштаб изо всех сил торопил революционеров. Работайте энергично. Найдите способ отправки. Надо кончать в скором времени. Полковник Акаси. В 1905 году на горе России готовилась настоящая гражданская война. Заказчиками ее были американские и еврейские банкиры, Англия, Япония и, собственно, Америка. В качестве исполнителей были выбраны революционно-террористические организации и национал-сепаратисты всех мастей. При этом стоит отметить то обстоятельство, что царская Россия, будучи сильной в военном и экономическом отношении державой, была абсолютно не готова к борьбе с внутренними мятежами. Хотя Российскую империю коммунисты и либералы называли полицейским государством, на деле все было не так. Передовая интеллигенция мечтала о западной демократии без полиции, хотя в западных странах полицейский аппарат был куда мощнее, чем в нелюбимой либералами тюрьме народов. На всю Российскую империю было всего 10 тысяч жандармов. В республиканской Франции, уступавшей России населением в 4 раза, было 36 тысяч жандармов. Они были обличены такой властью, которая никогда и не снилась нашей полиции. В конце 1904 года, примерно за месяц до 9 января, прозванного впоследствии Кровавым Воскресеньем, началась подготовка мятежа в Санкт-Петербурге. 28 ноября под руководством Рутенберга и под представством Гапона прошло совещание, на котором был выработан общий план выступления, намеченного на 9 января. СССР-ско-гапоновский план заключался в следующем. Устроив на Путиловском заводе забастовку, прикрываясь собранием фабрично-заводских рабочих, организовать общее шествие народа к царю. Первоначально манифицизация должна была, по планам эсеров, в целях маскировки носить монархический характер. А петиция, которая планировалась вручить царю, должна была быть чисто экономической. И лишь в последний момент следовало объявить радикально-революционные требования. Тогда по плану Рутенберга должны были произойти столкновения и общее восстание, оружие для которого уже имелось в наличии. В идеале, если бы царь вышел к народу, заговорщиками планировалось убийство царя. Все началось с провокации на Путиловском заводе. Во время рождественских праздников среди рабочих завода распустили ложный слух об увольнении четырех человек. На заводе началась забастовка. 3 января на завод приехал Гапон с составленной эсерами петиции с заведомо неприемлемыми требованиями. Напомним, что забастовка на Путиловском заводе, выполнявшем заказ для Японского фронта, началась в военное время. Попробуйте представить себе забастовку на заводе в 1943 году в период Великой Отечественной войны. Что бы было тогда с бастующими? Ответ очевиден. Расстрел на месте без суда и следствия. Но в царской России, называемой тюрьмой народов, с рабочими начинают переговоры. 4 января директор Путиловского завода принимает петицию Гапона и отвечает следующее. Для Путиловского завода, выполняющего экстренные заказы для маньчжурской армии, установление 8-часового рабочего дня едва ли допустимо. Из работы начала Первой русской революции. После этого, используя собрание фабрично-заводских рабочих, СССР и провоцирует волну забастовок. Забастовки организуются по плану, разработанному Троцким, еще находившимся в это время за границей. Используется принцип цепной передачи. Рабочие с одного забастовавшего завода врываются на другой и агитируют за забастовку. К тем, кто отказывается бастовать, применяются угрозы и физический террор. На некоторых заводах сегодня утром рабочие хотели приступить к работам, но к ним пришли с соседних заводов и убедили прекратить работы, после чего и началась забастовка. Министр юстиции Муравьев. 8 января на общем собрании СССР была принята новая, чисто революционная петиция, требовавшая отделение церкви от государства и ответственности министров перед народом. Эту петицию решено было перед рабочими не оглашать. Петербургский градоначальник Фулан полностью доверял Гапону и был не против шествия, организованного собранием фабрично-заводских рабочих. Но 8 января в департаменте полиции появляется секретная записка Кременецкого. По полученным сведениям, предполагаемым на завтра шествием рабочих, намерены воспользоваться революционной организацией. Социалисты-революционеры намерены воспользоваться беспорядком, чтобы разграбить оружейные магазины. Сегодня во время собрания рабочих в Нарвском отделе, туда явился агитировать агитатор, но был избит рабочими. Из записки Кременецкого. Эпизод с избиением революционного агитатора доказывает, что рабочие были обмануты революционерами и Гапоном, и никаких революционных настроений не имели, а собирались идти к царю с чисто экономическими требованиями. Но революционеры готовили народу и власти кровавую бойню на японские деньги. На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу. Гапон предполагает запастись оружием. Из письма большевика Гусева к Ленину. 8 января Гапон передает политические требования министру юстиции Муравьеву. Муравьев приходит в ужас. Но Гапона не арестовывает. На совещании у министра внутренних дел князя Святополка Мирского было решено рабочих в центр не допускать и ввести в город войска. Взять под контроль электростанции, газовые заводы, Кутиловский завод и фабрику Сырометникова. Оружие применять войскам разрешили лишь в крайнем случае. Но революционерам нужна была кровь. Гапон заранее знал, на что вел рабочих. Великий момент наступает для всех нас. Не горюйте, если будут жертвы не на полях Маньчжурия, а здесь, на улицах Петербурга. Пролитая кровь сделает обновление России. Гапон. История моей жизни. Интересно, что и министр внутренних дел Святополк Мирский, и министр юстиции Муравьев, и петербургский градоначальник Фулан побоялись доложить царю о готовящейся манифестации и о заговоре эсеров. Святополк Мирский обманул монарх. Он счел необходимым убедить Николая II, что в столице наступило спокойствие. Лурье. Зубатов и Гапон. Утром 9 января рабочие, отслужив молебен, в Путиловской часовне двинулись в центр города. Шли из четырех разных частей города. Всего собралось до 300 тысяч человек. Это при том, что все население Петербурга едва доходило до полутора миллионов. Сам Гапон вел колонну к Нарвским воротам. По дороге, по его приказу, были силы захваченной хоругви из православной церкви. Я подумал, что хорошо было бы придать всей демонстрации религиозный характер и немедленно отослал рабочих в ближайшую церковь за хоругвями и образами. Но там отказались дать нам их. Тогда я послал сто человек взять их силой и через несколько минут они принесли их. Гапон История моей жизни Первая встреча рабочих с войсками произошла у Нарвских ворот. Начальник Нарвско-Коломенской части, как тогда назывались городские районы, генерал-майор Рудаков вспоминал Сегодня, 9 января, толпа рабочих двигалась к Нарвским воротам. Чины полиции напрасно уговаривали не идти в город. Когда все увещевания не привели никаким результатом, был послан эскадрон конно-гренадерского полка. В этот момент был тяжело ранен помощник пристава поручик Желткевич, а околуточный надзиратель убит. Из работы начало Первой русской революции. Итак, первые выстрелы раздаются со стороны манифестантов, а первые убитые это чины полиции. В ответ рота 93-го пехотного иркутского полка открыла огонь. Тогда было сделано пять залпов, после чего толпа повернула назад и рассеялась, оставив более 40 человек убитыми и ранеными. Последним немедленно была оказана помощь, и они все размещены в больницах Александровской, Алафузовской и Обуховской. Из работы начало Первой русской революции. Нужно сказать, что картина эта разительно отличается от большевистского мифа о расстреле безоружной толпы под невольными солдатами, под командованием ненавидящих простой народ офицеров. А ведь этим мифом коммунисты и демократы формировали народное сознание в течение почти ста лет. Сразу после начала расстрела Гапон и Рутенберг исчезают. Священник Гапон вместе с толпой двинулся к Нарским воротам. Следует заметить, что отец Гапон, устроив шествие, немедленно скрылся. Из доклада начальника петербургского охранного отделения. В 12 часов дня две колонны подошли к Троицкому мосту. Вот отрывки из доклада пристава Крылова санкт-петербургскому губернатору Фуллану. По требованию моему остановиться, толпа продолжала двигаться. И после третьего сигнала, когда толпа все-таки не остановилась, был произведен один зал. Врач лично сообщил, что доставил в больницу пять умерших, десять смертельно раненых и остальных более или менее тяжело раненых, а всего между пятьюдесятью и шестьюдесятью человек. Изработает начало первой русской революции. На Васильевском острове, где было более всего эсеровских боевиков, события с самого начала разворачивались по трагическому сценарию. Около одного часа дня толпа на четвертой линии значительно увеличилась в числе, стала строить баррикады. Роты двинулись вперед. Во время движения роты с дома номер 35 по четвертой линии бросались кирпичи, камни и были произведены выстрелы. Во время действий войск было задержано за грабеж и вооруженное 163 человека из работы начало первой русской революции. 163 вооруженных человека ну никак не похожи на мирную демонстрацию рабочих. Боевики, вооруженные на деньги, предоставленные полковником Акасия, готовились к свержению власти и только сопротивление, оказанное войсками петербургского гарнизона, не позволило эсерам совершить задуманное. В 14 часов 9 января на Дворцовой площади также произошло вооруженное столкновение. И здесь так же, как и у Нарских ворот, первые выстрелы прогремели из-за прудившей площадь толпы. На Дворцовой было убито до 20 манифестантов, после чего толпа рассеялась. Войска всюду, где могли, старались действовать уговорами. Там, где не было эсеровских боевиков, удалось избежать кровопролития. Напомним, что в те времена во всем мире, а не только в России, не было ни слезоточивого газа, ни резиновых дубинок, ни даже банальных пожарных водометов. Тем не менее, в районе Александра-Невской Лавры и в московской части люди спокойно разошлись. К вечеру все беспорядки закончились. По официальной статистике, было убито 128 человек и 360 ранено. Трагические события 9 января 1905 года вошли в историю нашей страны под именем Кровавого Воскресения. И действительно, в этот печальный день на улицах Петербурга пролилась кровь. Однако, реальные жертвы тех трагических событий, конечно, существенно отличаются от той цифры, которая на протяжении многих десятков лет присутствовала во всех советских учебниках истории. Открываю знаменитую историю Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков краткий курс под редакцией комиссии ЦК ВКПБ и читаю, что больше тысячи рабочих было в этот день убита царскими войсками. Более двух тысяч ранено. Улицы Петербурга были залиты кровью рабочих. Откуда берется эта цифра более тысячи убитых и две тысячи раненых? Она в конечном счете восходит к Владимиру Ильичу Ленину. И вполне понятно, что Владимир Ильич, как революционер практик, стремился к тому, чтобы максимально увеличить число жертв, сгустить краски, чтобы вызвать у читателей своих статей чувство глубокого возмущения, протестную реакцию. Между тем, реально, конечно, в Петербурге было убито где-то около 150 человек. Жертвы были немалые, но виновниками их должно назвать тех, кто с холодным цинизмом подставил рабочих под солдатские пули. Независимо от количества погибших 9 января, смерть невинных людей является трагедией. Революционерам не удалось свергнуть царскую власть, но кровавая провокация вполне удалась. Готс, Рутенберг, Гапон, Акаси и экзоокеанские спонсоры Шиф и Морган сделали свое черное дело, столкнули русский народ с русским царем. При этом еще раз подчеркнем, что мятеж 9 января происходил во время войны. Забастовки на оборонных заводах в военное время в любой стране, кроме России, были бы кроваво подавлены в самом зародыше. Так англичане в 1916 году подавили Дублинское восстание, подогнав городу морские мониторы и расстреляв его из тяжелых корабельных пушек. Улицы же были зачищены от восставших с помощью пулеметов и только что появившихся в английском арсенале танков. И никто, даже Америка, не кричала о кровавом английском режиме. В 1920 году те же англичане уже в мирное время танками и пулеметами подавили рабочие беспорядки в Манчестере. Царскую русскую власть, подавившую в военное время организованной японской разведкой мятеж, объявили кровавой. И это при том, что против участников шествия 9 января не только не было предпринято никаких репрессий, но каждой пострадавшей семье из личных средств царя было отпущено по 50 тысяч рублей. В современных деньгах это приблизительно по 200 тысяч долларов. Император отправил в отставку министров Святополк Мирского и Муравьева. Новым генерал-губернатором был назначен генерал Трепов. Прекративший мятежи в городе без кровопролития. Генерал отдал войскам знаменитый приказ патронов не жалеть, но при этом он сделал все для того, чтобы об этом приказе стало широко известно. Мятежи прекратились. 19 января государь встретился с депутацией петербургских рабочих. Прискорбные события с печальными но неизбежными последствиями смуты произошли от того, что вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменникам и врагам нашей Родины. Знаю, что нелегка жизнь рабочим. Многое надо улучшить и упорядочить. Из выступления Николая II перед депутацией рабочих 19 января 1905 года император создал комиссию для решения рабочих вопросов, состоящую из выбранных рабочих, фабрикантов и сенатов. Поддержал царь и идею создания Петербургского рабочего совета, рассматривая его как корпоративно-представительский орган, вроде дворянского или купеческого собрания. К сожалению, сам Петербургский совет оказался полностью в руках революционера. Его создание и деятельность были профинансированы Гельфандом Парвусом, а лидером Петербургского совета стал человек по имени Лейба Бронштейн, более известный как Лев Троцкий. Император надеялся, что подавив антигосударственный мятеж в Санкт-Петербурге и улучшив положение рабочих, ему удастся взять ситуацию под контроль. Но государь не представлял, как глубоко зашла подготовка атаки на Россию. Японцы потратили 10 миллионов долларов на диверсионную деятельность на территории России в 1903-1905 годах. Алексей Боровский, историк. Россия оказалась на краю гибели. Страна подверглась спланированному нападению как снаружи, атакуемой Японией, так и изнутри, раздираемая революционерами. В связи с забастовками на таких крупных оборонных заводах, как Обуховский и Путиловский, сократилось производство боеприпасов и военной техники для Японского фронта. Стали прерываться железнодорожные перевозки. Власти во всей стране, как и в Петербурге, оказались не готовы к сопротивлению революционному террору. Люди отказывались занимать должности губернаторов и чиновников, боясь быть убитыми. Агрессия, организованная Шифами, Ротшильдами, Парвусами и японской разведкой, ввергла страну в состояние полного хаоса. И тут на первый план вышла личность царя. Личность человека, которому прикрепили ярлык слабовольного и мягкотелого. Но именно император Николай II спасет страну и подавит железной рукой страшную антирусскую смуту. Но об этом разговор в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок